Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 января, день Василия Великого, обрезание Господне. Василий был наставлен родителями не только в христианской вере, но и в светских науках. Ему была дарована благодать свыше, о проношении бескровной жертвы и многое другое. Сегодня отмечается обрезание Господне. На восьмой день от Рождества святой младенец был обрезан и наречен именем Иисус, который означает спаситель. Обрезание трактуется сегодня как отсекание грехов. Василий в день делит святки на святые вечера с 7 по 14 января и на страшные вечера с 14 по 19 января. Страшные вечера, когда беснуется нечистая сила. Будьте осторожны. Василий является покровителем свиней. Сегодня ему молятся за то, чтобы домашние животные не болели. Говорят, пришел Василий в день и зиме пришла середка. Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова. По одной старинной традиции сегодня варится кутья. Это каша с добавлением крупы, изюма, меда и орехов. И конечно же сегодня календовали. Дети ходили по домам и сели на пол из рукава или мешочка зерна овса, гречихи, ржи. Распевая при этом особую засевальную песню. И чем быстрее хозяйка дома соберет зерно с пола, тем богаче будет урожай. Засевальная песня. Сею, вею, посеваю, с Новым годом, поздравляю, щедрый кведрик, дай вареник и кольцо колбаски, ржи, шицу овца. Долго ходим, есть хотим, угостите пирожком с аппетитненьким душком. Дальше здоровались с хозяевами и поздравляли с Новым годом, с новым счастьем. Приметы. Желание, которое загадаешь сегодня вновь с 13 на 14 января обязательно сбудется. Сегодня нельзя ругаться, думать о плохом. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. Если сегодня надеть обновку, в течение всего года будет удача. И помимо очень вкусно, это еще очень полезно. Вот, как это всё. Мама, на это все. Значит, просто было лечение, для того, что надо поменьше, потому что некоторые не любят, что это. Второй раз не переменю, это не привалываю, потому что время нам устало. Вот, понюхай. Аляна нюхает. Ох, пахнет сладко. Да, пахнет чем укропом. Можно и с амурчиками делать. Можно и с амурчиками делать. Те, кто хотят, особенно летом, смотрите, охладиться и, естественно, порчить. Аляна, ваше мнение, а вкусная кухня, пожалуйста. Вкусная, очень вкусная. Аляна, чем первая, да? Аляна. Рука. Аляна, ты не знаешь, не нападай. Интересный вкус получился. Подняли жизнь, и ты получил прям в уши. Да. Он просто с амурчиком смажет. Несколько вот это с укропами, с этим очень интересно, да? Мы делаем третий вариант. Третий вариант. У него используется яблочко. Аня, а потом морковочку. Сейчас я помню. Если вы будете пить вот по такому бокальчику, больше не надо, по такому бокальчику каждый день. У вас что будет с вами? У вас улучшится кожа, у вас добавится больше сил. Естественно, у вас будут ногти расти лучше, волосы будут расти лучше, будет лучше стул, более певиальный. Вот и вообще, вот чувствуете, что? Можно сладкоцить еще раз? Давай, все. Давай, ай, сяди, пожисти. Давай. Аня, еще две морточки сюда, прожить. А ну, раз, еще два. Два. Теперь мы сюда добавим. Я бы еще добавила сюда салата, виска салата. Добавим. Естественно, вот сюда добавим много, целый руководок. Метка для вкуса. Детям до трех лет, значит, можно начинать с чайной ложечки. Причем, вот первое, что-то, вот укропик, вот это, то есть, второе. Укропик средничок, укропик. Чайной ложечки, не больше. Нормально? Нормально. Чайной ложечки. Бадик, ты их хочу смотреть? Да, я сменусь. Нормально? Бадик, китай спорти, и учите. Знаешь, что? Алам? Малахам-старший. Есть Малахов-младший Андрей, Малахов-старший Геннадий. Геннадий Малахов. Это я. Программа была новая. Значит, вы можете смотреть на целебную кулинарию, вернее, на ютубе, целебную кулинарию. Там все эти программы. Вот так вот. По 20 минут. Для того, чтобы почувствовать, что есть много любого. Это весь мусор? Ну, почему? Мотор. Пятерочка. Все, пошел. Можете попробовать хорошую пшеницу, как есть. Не хочется. Она такая пустая. Скажи, не пустая. Она даже жива. Йога. Ну, как сказать, неприятно, да? Это мы с вами ее понимаем. Получается, что мы соединяем, вроде бы как, этот очень полезный продукт. Мы его делаем вкусными. И за то, кому ложку почувствовать не хочется. А мы с тобой немножко вот так вот аромат. И едем. Дальше вот. Чай с носочкой. Попробуем. Как и чай. Дети будут послажены. Да? Взрослые дети, знаете, надо послаживаться. То есть, сундук она отливается. Затем чайная ложка мёна. Принестоловая ложка мёна. Дети, где столовая ложка мёна. Дети, где столовая ложка. Да? И это раз в день. Лучше оттуда вытащать. День, по которой прислечиваются походы. Ну и что? Снова подправлять не надо. Это всё по низкой, но не надо. Морковка чем хорош? У нас имеются слизистые оболочки. В том числе и кожа. Для того, чтобы слизистые оболочки и кожа была нормальная, нам нужен каратит или там провитамин А. Значит, здесь его проводится А. Плюс. Все витамины группы В содержатся здесь. Е. Я вам открою большой план. Оказывается, для мужчин, которые готовят средства для повышения потенции, который называется гиадон, из проростка пшеницы. И стоит она уже большие деньги. А здесь мы бесплатно получаем намного лучше, потому что здесь есть жизненная сила. Это важно. Жизненная сила, ну как бы сказать, это как пара. Сразу и действует. А когда грубовая пара нет, то есть продукт убитый термической обработкой, он уже не действует так. Итак. Алиана, понюхай. Как? Как салатик. Как салатик. Да. Мы наливаем и пробуем. Высказываем свое мнение. То есть так можно сделать различные вкусы, которые вы хотите. Кому-то там больше пьяный, кому-то там больше еще какой-то. Еще. Берите, пробуйте. Я тоже попробую. И цвет. Очень большое значение имеет цвет продукта. 20 лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решения и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых и брать с них пример. Есть рекомендации в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума.